всем привет меня зовут женя жарков я работаю в компании door 3 до этого все куча компаний позиции занимал разные абсолютно в данном случае это не знаю как senior slash архитект слэш чуть-чуть угодно можно дописывать то есть я занимаюсь построением приложений на энглор и и не только то есть фактически я full stack разработчик я джесс пришел из мира дотнета то есть я знаком с тем как на заднем фоне все работает с энглором я уже пару лет и сегодня вот собственно говоря хочу рассказать вам про энглор 2 и что нас ожидает если у вас будут вопросы задавайте прямо по ходу будем обсуждать так будет скорее всего проще и так что такое энглор кто с энглором вообще работает сталкивается люди я рад а кто не с энглором эмборг или или там ну я не знаю это постоянная война типа энглор отстой реакт лучше что-то еще кто пользуется другими фреймворками отлично а что за фреймворки backbone xjs сенча надо называть они xjs замечательно то есть по крайней мере у нас собралось люди которые есть опыт и взгляд с различных направлений я не только с энглором работал просто сейчас в большинстве случаев с энглором вопрос может не то чтобы вопрос первый почему энглор его проще продать я думаю вы согласитесь что сейчас энглор популярен и продается достаточно хорошо а то что хорошо продается хорошо для нас всех второй энглор он в принципе у нас сейчас связан бой побольше с по большому слухами окутан и есть некоторые факты следующий слайд и и так кто учился с энглором работать по не знают о том как с ним приятно то есть jquery все нормально вроде идем но джейс ну так влево вправо энглор вот мне нравится тут не нравится ой крутая фича ох как надоело и вот так вот постоянно думаю согласитесь что в самом энглоре текущей версии 1.3 мне есть недостатки их достаточно большое количество начиная со стандартного маршрутизатора который вообще я не знаю кто его использует я использую тот же юай роутер и не совсем доволен и им у меня тоже получались недостатки я видел недостатки его и мне приходилось к подкручивать а дальше если вы хотите получить исходный код энглор 2.0 вас ожидает разочарование его нет команда до сих пор не выпустила исходный код недавно была конференция ng europe и там презентовали куча тем по энглору в том числе и по 2 но по версии 2.0 и в принципе все что сейчас мы имеем это только куча статей от разработчиков какие-то спеки которые выглядят так вот общая папка и мы туда просто фигачим все что у нас есть всем наши мысли то о чем мы думаем к сожалению это так и как только выйдет первая хотя бы бета-версия я углублюсь и максимально попытаюсь разобраться почему происходит так до сих пор еще не уверены не то чтобы код они боятся показать код есть вещи которых они не уверены в реализации мы дальше увидим это касается шаблонов там пока что дикий разгул и они даже стесняются вообще в принципе показывать как работает код то есть все презентации заканчивается тем что мы можем вам показать примеры как она работает в браузере но я вам не покажу даже как это выглядит в разметке чтобы вас не смущало потому что мы сами не уверены бла 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 это меня огорчает предположительно второй англор выйдет в осенью 2015 года релиз нам нас ожидает достаточно долгие долгое ожидание много баг фиксов а разработчики делают основной упор на том что приложений в самом гугле достаточно большое количество внутренних это порядка там полторы тысячи плюс и их всех нужно поддерживать и англор будет поддерживаться минимум два года 1.3 версия то есть не нужно делать скажем так хвататься за голову и кричать ай-яй-яй вышла вторая версия срочно перевозим все новые проекты и все старые проекты на двоечку и и заживем хорошо если у нас в принципе какой-то сеть более менее энтерпрайз ный проект то мы понимаем что саппортить его придется пару лет минимум и соответственно в данном случае баг фиксинге сейчас выходят активно по моему там парочку версии вышло 1.3.4 или и 1.3.3 это все было в протяжении чуть ли не месяца я даже не знаю честно говоря что там поменялось я просто накатил все работает отлично то есть беспокоиться о том что вы останетесь без поддержки не стоит но стоит активно смотреть уже на переход в версии 2.0 то что уже сейчас доступно по одной простой причине следующий слайд во первых что вам не нравится в англори давайте обсуждать у меня написаны определенные пункты они по моему все покрывают но что в принципе не нравится проблема с директивами скоупы 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 многие разработчики плохо ориентируются в директивах в скоупах меня приглашают на тренинги чтобы просто почитать и объяснить людям как это работает и я помню когда я сталкивался я нифига не мог понять как это все вкладывается как она работает и как правильно и красиво все организовать что у вас еще не устраивает в англори вот текущих но можно поставить расширение крому но тем не менее что что в дебаге усложняется в принципе да то есть много магии я могу сказать так много магии начинается когда вы сами усложняете в свой проект и многие многие ребятки да да но многие многие я сталкивался даже когда про можно сделать просто и чтобы оно было не в угоду некоторой юзабилити но она проще выглядела чем сложно и она потом выглядит красиво но он начинает поддержку хорошо что еще ну да сервис факторе и провайдер а что и что есть англоруэй его нет абсолютно то есть то что да они не подходят автоматически а совсем хорошо пишите свой совершенно верно то есть в общем то проблема англора это отсутствие строгого какой-то специфики они сами это не скрывают они говорят что они мы создали это пять лет фреймворку и они были вообще для веб-дизайнеров предназначали чтобы это все по-быстрому наклепать поэтому они вот подходят и говорят простите нас ребята вот то есть проблем очень много и они попытались переосмыслить это все едем дальше начали значилось все с того что есть этот скрипт что это такое следующий слайд во-первых это надстройка над я шестым то есть фактически это просто дополнительные правила какие-то и она все так скрипта подобно кто работал стайп скриптом о три человека вас ожидает приятное будущее я переводил проект англоровский на тайп скрипт и все это склеивал временами удобно временами нифига не удобно приходится очень много писать кода если еще ребята которые в проекте не особо понимаешь такое строгие там всякие типизации наследование и все 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 с точки зрения ооп нет же основа то иногда очень печально потому что общая концепция нарушается так вот а это то это скрипоподобный язык еще со своими надстройками плюс очень много чтобы было чтобы было легко анализировать то что у вас есть чтобы было легко отслеживать все ошибки которые вы допускаете добавлено очень много аннотаций касаемо типов полей и мета данных и все это опять таки сделано чтобы нормально анализировать ваш код следующий слайд самый простой пример итак у нас есть от скрипт и как он это все преобразует в принципе на и 6 она все совместимо у вас есть класс метод вы указываете тип я надеюсь видно более-менее я постарался больше сделать а вы всегда указываете тип параметра который есть в методе в тайп скрипте можно всегда указать они и это самое самое плохое решение которое может быть то есть любой тип и поехали дальше и вы указываете тип переменной можете вернуть ее и потом это все преобразуются в есть скрипт в есть 6 там в принципе нету проверки как таковой на типу но этим занимается уже вас анализатор и компилятор дальше это то что касалось тайп аннотации теперь генерики все в курсе что такое генерики до строго типизированные списки здесь то же самое вы просто указываете что у вас есть какой-то метод он принимает параметр и уже идет лист все генерики у нас указываются в треугольных скобочках с внутренним типом и это могут быть еще генерик генерика и тому подобное и дальше вы как-то работаете с ним что-то делаете добавляете инкрементируете неважно когда вы переводите в е6 это уже немножечко по-другому работает во первых у них есть библиотек который они разорвают это рттс которая помогает работать со всем и она на заднем фоне тоже что-то преобразовывает как мы как видите уже с двух примеров на этот скрипте гораздо немного удобнее писать чем на е6 то есть в принципе есть полное отхождение вообще от того что было в англари я даже честно говоря расстрою все что вы знали об англари 13 и вообще об англари вы берете вот так вот и выбрасываете больше вообще никаких знаний не понадобится да это да то есть они посмотрели что во первых есть англари дарт во вторых есть дарт во в третьих и сам англари и он на классическом джесси и команды начинают путаться и они решили создать свой супер сет который поможет облегчить разработку в принципе они разрабатывают англари на этом супер сете то есть это как бы новый под язык он похож он на что-то похож на что-то нет использовать его не обязательно вот в этом фича мы чуть дальше поговорим то есть ничего страшного если вы в изучении не будет но как я говорил все что вы знали об англари вы вообще не сможете использовать вообще то есть вторая версия полностью несовместима с предыдущими ни в чем я не знаю обрадует вас это или нет но все-таки пять лет прошло и надо как-то куда-то двигаться дальше едем дальше как возможность печалька чуть-чуть все-таки плохо видно работать и включать внутренние типы то есть опять-таки type interception мы подключаем и говорим что у нас есть байнд и есть ивент и с ними нужно работать а в с пятом это опять-таки вы можете писать и на с пятом вам нужно еще больше кода добавить вам нужно создать куча полей создать новые объекты добавить аннотации что это касается этого типа данных потом в аннотации сделать инъекции и потом уже работать то есть в принципе проще опять-таки писать на это скрипте я за адскрипт честно говоря то есть можно писать и не на адскрипте на кофе скрипте без проблем то есть все это будет работать если опять-таки вам не нравится сейчас с этим немножко сложнее дальше и так как я говорил вы можете вообще не использовать адскрипт то есть англор специально проектируется так что вы просто его выбросить и будете писать на том на чем вам удобно но я бы не стал уже писать на тайп скрипте если есть адскрипт и тут уже я выбирал бы честно говоря между кофе скриптом ну или чем-то еще писать на чистом есть 6 и с 5 но по-моему это будет болезненно и вы будете затрачивать гораздо больше времени и всяких плюшек возможно потеряете потому что разработчики я уверен начнут докидывать новых новые анализаторы и помощники в какой-то в обиде или в sublime или web storm и вы потеряете какие-то дополнительные функции удобства дальше а теперь я забавное и короткое слово которое касается dependency injection как у нас было в англори раньше давайте просыпаемся через аргументы самая большая проблема англора какая была до этого вот в dependency injection самая первая с которой все сталкиваются нет это еще не сколп вы минифицируете все и у вас все не работает конечно вы можете решить эту проблему используя в принципе именованные там параметры или же прогоняя автоматически через какой-то галт таску которая все это заменяет и она не всегда отрабатывает нормально но то есть проблема достаточно простая и это минимально они тоже об этом подумали следующий слайд итак самые простые аннотации то есть когда вы будете подключать какой-то компонент свой параметр то у вас все обыкно по обыкновенному принципу вы указываете через двоеточие какой же тип данных соответствует ему англор видит этот тип данных и автоматически доинициализация ваша класса он уже его подключает и у вас все начинается инициализация вместе с вашими данными вот и все то есть больше не будет проблем с минификацией как минимум вообще дальше это сколп который касается сущностей по умолчанию у нас все сущности были синглтонами то есть всегда в данном случае так же само все что вы будете создавать и к любой ваш скоб будет синглтоном по умолчанию но если вы не хотите этого вы можете изменить поведение и каждый раз когда вы будете обращаться к объекту указывая трансижен скоб вы сделаете из него новый инстанс контроль происходит буквально через атрибутики и это достаточно тоже удобно уже немножко по-другому а нет таких навороченных штуков штука как сервисов там какие-то супер сложных факторе провайдеров они фактически изменили достаточно очень сильно вид и есть общее подобие чего-то но уже не это дальше да 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 это пример кода на и скрипте child injections то есть вы можете в сколпы вкладывать сколпы и они будут наследовать в родительский но вы можете в них заменять нужные объекты а пример который они приводят опять таки очень очень сильно хочется увидеть исходный код это в маршрутизация то есть теперь маршрутизацию можно вкладывать вообще без проблем роуты в роуты роуты в роуты и все будет работать и все это сделано благодаря фактически child injections опять таки вот я смотрю на все на все что на всю информацию которую есть и она выглядит вот так вот без единой строчки кода и я как и вы смотрю и думаю как она там работает звучит конечно круто но вы пока детали особо немного дальше директивы они здесь есть но осталось только одно единственное слово директивы и их разбили на три сущности первая сущность это компонентные директивы то есть здесь достаточно все просто вы пишите свою компоненту какой-то вьюху какую-то форму ну или какую-то сложную достаточно вещь а дальше это декораторы практики фактически это вот у нас есть нжи шоу что он выполняет он решает показывать не показывать фактически очень простая обертка над каким-то кодом которая не имеет большой логики и шаблонные директивы типа ng-if или repeat которые фактически изменяют уже внутренние сущности и изменяют дом и вы можете использовать и создавать любые абсолютно и у них разные немножко разные возможности дальше итак компонентная директива что она умеет и как она работает вы указываете когда ее создаете указываете селектор на какой css селектор будет реагировать это директива далее вы указываете если у нее в зависимости от других директив мы включили сюда ng repeat и потом какая-то реализация неважно конечно какая она но вы уже как по крайней мере видите как она реализует весь мы пишем экспортируем класс у нас есть там какой-то конструктор мы используем опять-таки generic query и туда запихиваем какой-то pain pain это несуществующая сущность это условное есть некоторые объекты которые уже идут с ангуляром но в данном случае с англером по и на нету и потом что-то происходит мы делаем во первых сколпа нету больше все что объявлено на уровне директивы типа pain будет автоматически доступно в шаблоне и больше нам не нужно никаких там плясок что-то скрывать что-то помещать сколп все сразу все прозрачно и все вида сразу следующая директива это декоратор здесь чуть-чуть усложнено уже больше есть во-первых есть селектор и он точно такой же то есть фактически есть метод bind данном случае мы мы указываем связи атрибутов с объектами то есть какой атрибут на html навешиваю и observe если свойство изменяется если атрибут изменяется то у нас триггерится определенный колбек фактически что у нас есть у нас есть ng show который является классом куда в конструктор приходит элемент на который мы навешали данный атрибут и потом есть метод ng show change то есть фактически тот который обрабатывает новое событие с новым допустим new если у нас есть new value мы его делаем блок если нету нам фактически это исходный код ng show он достаточно простой это реальный код как нам обещают я тоже верю в это потому что проще некуда и а и следующая третья директива и третий вид директивы слайдик это у нас темплей директив и соответственно самая большая вы указываете и селектор и html атрибут который отвечает это опять-таки реальный код ng if а и колбек и потом начинаете работу и у нас доступно несколько объекта во-первых view factory который создает ваш view внизу вы можете увидеть инициализацию шаблона то есть то которое помещает в юху то есть view factory create view это уже системный вызов это уже не мой это уже не 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 кастомный код это то что у нас идет из 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 коробки и viewport это собственно говоря место которое у нас в доме было выделено для этого шаблона то есть уже более-менее начинается проясняться как будет выглядеть манипуляции с вашим дом объектом но во-первых view factory и view это а я сомневаюсь что это 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 будет переменные давайте переключимся здесь я думаю из того что я перечитал элемент это во первых просто системная функция во вторых если вы добавите здесь и что-то еще это уже будет автоматически в сколпе видно я я не знаю будет ли виден элемент конкретно в сколпе но такое обращение должно обязательно сразу в сколп кидать его все абсолютно все переменные которые объявлены на уровне класса в здесь и будут доступны из темплейта так едем дальше и еще следующий да но мы видели все как выглядит со стороны исходного кода как выглядит в шаблонах а вот в шаблонах царит хаос хаос и то чего до этого в принципе никто не делал первое то что мы видим внизу это набор какого что-то непонятного как по утверждению разработчиков это абсолютно соответствует стандартном и че мала и не здесь не нарушаются никакие правила именования атрибутов и все с этим все будет нормально работать и что же здесь происходит во-первых давайте обратим внимание у нас есть какой-то там селектор директива ng repeat в зависимостях и pain то есть фактически объект pain он должен он будет доступен у нас в внутри шаблона следующий слайд теперь разбираем когда мы видим смотрим вниз квадратные скобки мы это автоматически означает что этот атрибут будет иметь связь двухсторонний одностороннюю пока не важно и значит он будет считывать binding expression с уже в кавычках когда мы видим доллар и фигурные скобки это означает что фактически данный контент будет строкой и нам нужно его подставить как строку если он видит в атрибуте название какой-то директивы плюс вертикальные полоску и pain это название переменной которая будет доступна уже дальше внутри этой директивы фактически внутри мы вкладываем в ng repeat наш объект pain и получаем каждому в каждом жире пите pain объект и и крыша или как этот значок не знаю называется все время путаю как да в общем я люблю называть его крыша клик в скобочках фактически это event handler сам значок означает что это это не event handler event handler в скобках данном случае мы говорим что event будет полностью прокидан через весь дом до документа то есть он не будет останавливаться на конкретном элементе и это не финальный это не финальный вид шаблонов и синтаксиса темплейтов потому что они всего лишь выкатили и теперь смотрят на вот такие вот глаза разработчиков и спрашивают ну как клик а нет клик обязательно нужно в скобочках то есть они вот различают квадратные фигурные скобки в зависимости от того что этот атрибут иван handler это просто вывод текста и байдинг то есть я но опять таки я на и они могут через три месяца или четыре вообще поменять все по-другому сомневаюсь что коренным образом потому что они что-то нащупали но как-то так вопрос еще какие-то да в данном случае смотрите в предыдущем слайде у нас был пейнс вот это то что у нас видно глобально в глобальном объекте и потом ng repeat будет просто каждый объект который он находит в коллекции помещать в пэйн и пэйн будет доступен для обращения как объект так следующий слайд да 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 в данном случае пэйнс это было то что вы вкладываете на уровне вашего компонента называем это контроллер это условно теперь можно назвать контроллером а пейн это имя имя вашей переменной которые вы создаете внутри шаблона то есть она может абсолютно быть разной следующий слайдик роутер мы подбираемся уже концу опять-таки к сожалению еще не вся информация доступна абсолютно не вся что в роутере они вообще его переписали с нуля там как раз я забыл по-моему эйзенберг называют фамилия чувака который присоединился в прошлом году в феврале и вот он отвечает за многие вещи и компоненты в англори и вот он пишет роутер во первых абсолютно новые во вторых можно делать чайл дроут и которые вкладывать вкладывать перевкладывать делают очень большой акцент на том что вы можете написать свое правило мини приложение или макро приложение и поместить его в другое приложение и весь роутинг абсолютно сохранится у вас я так понимаю будет какой-то вы настраиваете префикс какой-то для этого под приложение но и дальше она разрулить абсолютно все самостоятельно вы будете видеть url она будет работать и все они будут работать независимо то есть фактически вы можете одни и те же объекты вашего роутинга вкладывать один внутрь другого и на примерах они показывали вот фактически взяли главную страницу с каким-то панелями и начали вкладывать ее саму в себя и он создавал инстанс 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 инстанса и все это было нормально и все это работало без никаких глюков также добавили screen activation теперь вы можете обрабатывать переход на какой-то url но по хитрому способу там добавили обработчики типа can enable и сам собственно говоря обработчик enable it как это выглядит самый простой пример который приводит это у вас есть wizard и у вас есть шаг 1 2 3 естественно вы не хотите давать пользователю возможность переходить там на второй шаг напрямую и каждый раз когда он переходит на какой-то изменяет url вручную попытается перейти на второй url вы автоматически перекидываете его на самый первый потому что у вас это все общая сущность компонента какого-то насколько это удобно опять-таки надо щупать руки чешутся уже не могу дальше ну и собственно говоря когда разработчики выйдут angular выйдет я думаю разработчики будет чувствовать как-то себя так по-богатому и всем нам будет хорошо и последний слайд то что я чувствую когда я сейчас смотрю и читаю спецификации angular я за вторым манглером наблюдаю уже год и вот все что появляется вычитываешь по построчно но ощущение вот такие вот примерно куча а не отвеченных вопросов и теперь собственно говоря если у вас есть ко мне вопросы я постараюсь ответить но поймите не я разработчик ядра но мне очень хотелось бы уже видите да да со втором со вторым например даже с первым с первым все очень плохо то есть если вы самостоятельно не про не реализуете всякие там что хитрые штуки с через фантом и и там отдача статики то у вас ничего не толком то не работает но google то усовершенствующая свой движок который позволяет javascript запускать поэтому я думаю что у второго что у первого что одна и та же проблема будет то есть это нужно как-то на бэк-энде самостоятельно реализовывать или по запросу определенному с определенным ключом рендерить на бэк-энде и отдавать информацию в шаблонами уже готовым текстом или еще как-то решать к сожалению так пока что но основной еще упор на мобайл делается во втором англере а там я ну я не знаю да и отказывается стандартных директив переписывают односторонние связи используют тюнингованные есть пару команд которые выпускают тюнингованные директивы но в принципе смотря насколько у вас там большое приложение ну я не сам я ну не то что сомневаюсь но супер большие приложения для джейс на мобильном это показ сложновато все таки да у вас был подобный опыт использования англора вместе с дартом но это язык который использует google и к сожалению я я с дартом не работают есть вот егор львовский он тащится по дарту и он наверно один из немногих украине который вообще может просто-то про дарт рассказать может организаторы пригласят его в следующий раз и он расскажет и он и с энглором работал и с дартом я не знаю совмещал ли он их но он вам точно сможет помочь или найдите его в твиттере и спросите он явно не откажет вам скажите это действительно кульно так как пишется на форумах что но очень хороший эффект дарт сэндором я же говорю я не могу вообще к сожалению никак комментировать не да не лежит мне душа как к дарту поэтому ну как есть да ты работал то есть он уже он уже зарелизов нет 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 скрип не не зарелизов ся есть отдельная странице страница специфика вот спецификации с буквально я вот то что я брал это вот какие-то кусочки спецификации то что они показывают как какая-то бета-версия да да у нее даже официально страницы нет я вначале подумал кинуть url чтобы вы даже прям сейчас посмотрели а этот google докал у которой вот такой вот url чик но можно сокращать на сам факт вся документация это сейчас фактически папка куда все скидывают или это видео с конференции или это статьи самих разработчиков соответственно то что они не хотят они не покажут а него реально как-то очень смущаются пока что увидеть это к сожалению это нужно или там на конференции но я думаю на конференции исходники тоже они вряд ли покажут еще вопросики да неужели все так плохо было с первым умблером что перешли на второй и чтобы выкинуть все блоги и книги в принципе да плохо не то чтобы супер плохо я на многих конференциях участвую и там есть панельные дискуссии и мои друзья они собираются вот и знаете как angular бедные они вот так вот пушки представляют и начинают его просто гнобить это правда каждый любит и каждый кулик варит свой огород и каждому любит в свои какие-то фичи кто-то сравнивает angular с react там я не могу до сих пор понять как это вообще возможно сравнить реакт который занимается и ответственно там за визуальную часть с англером который постарается еще и какую-то логику ведь если вы строите большие бизнес-приложения вам нужно кучу всякого строить и типа им весе подобных ну то есть много бизнес-логики много всяких там валидаций и это все react там супер не покрывается react flow да но это нужно опять-таки реакт флоу пошли еще что-то взяли пошли angular хотя бы дает какую-то часть эмбр еще больше дает но просто говорить angular и react но это вообще никак не в моей голове не укладывается поэтому я понимаю при абсолютно все вещи которые плохи в ангуляре до проблемы со скоупом если вы супер разобрались для вас уже не будет казаться такой боже мой я не понимаю как это работает но куча разработчиков страдает вот потому что они не могут понять опять-таки factory провайдер сервис что это такое ты работ делаешь разный код а он работает одинаково в принципе а в каких-то деталях по разному поэтому да плюс все таки есть 6 который нужно уже использовать и двигаться дальше всякие тебе неудобные dependency injection и которые были до этого мне все-таки кажется это был разумный ход использовать новое потому что джесс очень гибок но нужно все-таки давать ему развиваться и это хорошо я за это еще опросики нет вопроса но тогда да последний я программу вам на англева и меня была проблема что дужи багато логики переносятся ну и взагалі люди якими працювала багато логики переносятся в темплей ну я бы друг и вы думаете что в цьому наборку а вот пример какой логики они переносили ну ну приклад был когда ну я бы эти все обробники он клики ну бувало так что появлялись элементы для этих англеровских модулей ну я бы прикреплений было там близко десятка и ты дивишься и ну и разумеется штука мало бюджета да да то есть фактически кто не услышал скажу вопрос перегруженные шаблоны и куча всяких атрибутах шаблонах как с этим бороться во-первых а мне кажется в принципе в англере так можно немного тюнить это все зависит от того как получается в команде это продвигать здесь здесь все таки тоже будет не меньше этих всех селекторов всяких атрибутов потому что уже вы уже заметили там их уже наплодили со всякими скобочками мы не особо то сможем избавиться от них если вы хотите это можно делать и обработчики и на бэкэнде и там и в директиве просто тут я мне кажется как команда договориться больше чем как фреймворк angular вам будет позволять все так же делать и шуметь в верстке очень сильно еще еще больше чем до этого было возможно поэтому тут уже нужно выстраивать какие-то правила самое главное для меня то что я хотел бы видеть от разработчиков я примерно вывел для себя как писать angular приложения после полугода работы с ним и я считаю это очень долго я перед на каждый я всегда видел одно на каждую проблему я читал примерно три-четыре статьи здоровенных и подходов и видел кто как действует и как принципе лучше всего действовать я хочу от разработчиков увидеть спеку как все-таки правильно делать для enterprise приложение не для маленьких каких-то а для более-менее средних у которых там ну не знаю компонентов 100 к примеру каких-то и вьюх там ну сколько 50 к примеру разных страниц разных объектов разных компоновок и можно конечно обсмеять что это не супер enterprise но это уже достаточно примерно уровень того где начинаются проблемы какие-то ну что давайте последний последний вопрос и есть у нас допустим private area и public area вот правило личный кабинет а можно создать допустим single patch applications это не все понятно но вот public area где у нас перегружаются странички часто вот правильнее использовать для каждой странички отдельно или одно приложение на всех но во первых если из лучше использовать одно приложение но просто динамически группировать во время сборки вашего приложения то что вам нужно для паблик секции то что для правита и соответственно когда вы заходите вправить секцию у вас я если вы разделяете абсолютно то у вас просто все что касается правита подгружается на паблике видим только паблик и вы не перегружаете не скриптами и они даже не светятся особо ну это возможно мы так делали не особо проблем нет еще с англор приложениями со всеми этом не забывайте что вам нужно их собирать модули делать если вы заметили то здесь или не заметили то здесь модульная система будет уже похоже на на веб-компоненты то есть они берут веб-компоненты используют их уже не будет какой-то своей модульности поэтому будет еще легче собирать и кастомные приложения не так сильно мучиться к там с require прикручивать или еще какое-то там компонент gs поэтому нужно нужно еще грамотно собирать эти приложения вот так но я думаю на это можно закругляться если у вас еще будут вопросы я здесь спрашивайте не мнение вопрос отвечать на них спасибо